Каждое свое занятие активные долголеты начинают с разминки. Сегодня эти упражнения для участников секции скандинавской ходьбы важны особенно. Их ждет не просто прогулка по парку, а целое пешее путешествие по трассе для лыжников. Туда от стадиона на речной через баньку в гущу леса и обратно от новой плотины вдоль реки Синичка к исходной точке. Это уже изведанный пятикилометровый маршрут, покоривший участников проекта не только красотами зеленого массива. Там у нас есть проспект Краузера, это назван в честь генерала. И мы дошли, мы очень удивились, что вообще в лесу есть проспект. Дошли до постамента, сфотографировались. Там написано, что он проходил очень много километров и всегда, кто ему встречался, он всегда говорил счастливого пути. Я просто с радостью принимаю участие, потому что хвойные леса, они поднимают иммунитет. И когда погуляешь, там такое вот удовольствие на весь день и заряд бодрости. А еще в такой компании, это просто приятно. Я прям ждала этого дня. Для долгожданной прогулки требуется и снаряжение. Это не только палки для скандинавской ходьбы. С собой у каждого непременно вода, перекус, средства от комаров и головной убор. Ходокам обещают отдых у родника, посещение пляжа и множество новых фотографий. На зависть другим долголетам, которые предпочли походу, труд на даче. Но у них еще будет шанс наверстать упущенное и записаться на следующую прогулку. Обещают в активном долголетии. О новом приключении сообщат заранее.